Атлантида впервые упоминается в диалогах Платона, Крити и Тимей. Согласно Платону, Атлантида погрузилась под воду около 9000 года до н.э. в результате природного катаклизма. Азоры Платон, ссылаясь на египетских шрицов, сказал, что Атлантида находилась за Геркулесовыми столпами, участвовала в войне с Древним Средиземноморьем и утонула в 9400 году до н.э. Атлантида была страной великих мореплавателей, с огромным числом слонов и великой равниной, на которой располагался гигантский портовый город с каналами, расходившимися концентрическими кругами. Поскольку говорится, что Атлантида была огромным островом в открытом океане, окружавшем континенты, предполагается ее местонахождение в центре Атлантики. Атлантида, как говорилось, колонизировала большую часть мира и сражалась в войне с Грецией и Восточным Средиземноморьем. После ухода Атлантиды под воду осталось лишь несколько отдельных разбросанных островов. Можно верить именно таких островов, как, к примеру, Азорске. Тира и Крит Согласно греческой литературе для туристов, взрыв острова Тира в Эгейском море уничтожил Крит и одновременно Атлантиду. Несмотря на то, что Платон явно определил временные рамки расположения Атлантиды, 9400 год до н.э. в Атлантике, греческие археологи, похоже, уверены, что Атлантида может находиться в всего лишь нескольких сотнях миль от Афин. Каждый год тысячи туристов приезжают на остров Тира и пьют там местное вино Атлантида. Для них Атлантида никогда не может быть найдена где бы то ни было еще. Антарктика Когда Чарльз Хепгуд вернул к жизни карту Перерейса, карту, скопированную турецким адмиралом с более старых карт, которая показывала Антарктику континентом, свободным ото льдов, зародилась концепция об Атлантиде в замерзшей полярной пустыне. Поскольку Атлантида могла быть уничтожена при сдвиге полюсов 100 тысяч лет назад, Антарктика могла располагаться в более умеренном климате и могла владеть тем, что ныне является огромными каменными руинами, такими как, к примеру, в Южной Америке. Антарктида, однако, находится вроде бы далековато от Средиземноморья, с которым она воевала. Также считается, что Атлантида ушла под воду океана за один день и одну ночь. Антарктика же накапливала лед постепенно, в течение тысяч лет. Так не лежит ли Атлантида подо льдом Антарктики? Анде, гипотезу об Атлантиде в Андах развил испанский путешественник, историк, поэт 16 века Педру Самиенто де Гамбоа в книге «История инков». В книге британского автора Джима Аллена «Atlantis – The End Solution» Легендарная земля дождествляется с плато Альтиплана, Анды, Южная Америка. Аллен приводит ряд доводов, подтверждающих эту гипотезу. Во-первых, спутниковые фотографии местности во многом напоминают описание Атлантиды у Платона. Правда, с одной оговоркой, все расстояния Платон указывает не в греческих стадиях, а в атлантских. Во-вторых, на плато Альтиплана имеются образования, которые могут быть следами деятельности человека. Возможно, это руины столицы Древней Атлантиды. В-третьих, уровень развития культуры, науки и техники южноамериканских народов всегда поражал ученых. Анская гипотеза объясняет эти невероятные достижения соседством с более развитой цивилизацией атлантов. В-четвертых, язык Аймара, язык анских индейцев, предположительно может быть искусственным языком, основанным на троичной логике. В-пятых, в этой местности происходят масштабные природные катаклизмы, в том числе наводнения, которые уничтожили достаточно развитые поселения. Одна из таких катастроф могла лечь в основу мифа об Атлантиде. Средний Восток На Среднем Востоке и в Аравии имеется несколько огромных и загадочных каменных руин в мире. Самые большие каменные блоки в мире были найдены в Ливане, в Баальбеке. Изумительно, но они весят 2000 тонн каждый и вполне достойны архитектуры атлантов. Аналогично говорят, что храмовая стена в Иерусалиме также имеет в основании гигантские камни, напоминающие камни Баальбека. Авторы последних лет, например, Стен Део, предполагают, что местоположением Древней Атлантиды является Саудовская Аравия, с ее странными руинами в центральных пустынях. Если во внутренних областях Аравии можно обнаружить портовые города, то ясно, что в Аравии на Среднем Востоке имеется много погибших цивилизаций, которые еще предстоит открыть. И это, очевидно, вовсе не затонувшая территория. Но именно на Среднем Востоке развернулся в доисторическое время библейский потоп. Это он уничтожил Атлантиду или Атлантида стала причиной катастрофы? Если вам понравилось это видео, напишите свое мнение о нем в комментариях. А также, если вы знаете другие местонахождения Атлантиды, вы можете этим поделиться с нами в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх этому видео. С вами был Алексей Козьяков, всем пока! С вами Алексей Козьяков и это канал 10 интересных фактов. Сегодня мы поговорим о пяти самых мистических звуках, записанных когда-либо человеком.